Здравствуйте! Сегодня я хотел бы поговорить об авторских правах на фонограммы и задать как бы такие риторические вопросы о том, что с ними происходит в современном мире. Но давайте начнем с закона, то есть с Гражданского кодекса Российской Федерации, который определяет сроки действия авторских прав на фонограмму и сроки его перехода в общественное достояние. Итак, статья 13.27. Срок действия исключительного права на фонограмму, переход этого права к правоприемникам и переход фонограммы в общественное достояние. Исключительное право на фонограмму действует в течение 50 лет, считая с 1 января года, следующего за годом, в котором была осуществлена запись. В случае обнародования фонограммы исключительное право действует в течение 50 лет, считая с 1 января года, следующего за годом, в котором она была обнародована при условии, что фонограмма была обнародована в течение 50 лет после осуществления записи. 2. К наследникам и другим право-приемникам изготовителя фонограммы исключительное право на фонограмму переходит в пределах оставшейся части сроков, указанных в пункте 1 настоящей статьи 3. После прекращения действия исключительного права фонограмма переходит в общественное достояние, то есть может свободно использоваться любым лицом, без чего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения Итак, давайте небольшой комментарий, чтобы было понятно Итак, если фонограмма опубликована, а мы с вами будем говорить о публикованных фонограммах, то есть записанных на грампластинках, то срок действия этой фонограммы составляет 50 лет, начиная с 1 января года, следующего за годом публикации Ну, что это значит? Например, если фонограмма была опубликована в 49-м году, то срок отсчитывается с 1 января 50-го года Значит, важный второй пункт, что если изготовитель фонограммы, которому предназначало исключительное право, передал её кому-то, то это не увеличивает срок действия исключительных прав на фонограмму Допустим, я сделал фонограмму, пользовался ей 20 лет, а потом продал кому-то Вот исключительное право на фонограмму у того, которому я продал эту фонограмму, составляет 30 лет То есть в сумме всё равно не больше 50 лет Ну и последний пункт вполне понятный, значит, после 50 лет фонограмма переходит в общественное достояние И мы можем делать с ней, с вами, всё, что хотим Бесплатно слушать, распространять и вообще делать всё, что хотим В этом и есть смысл общественного достояния Давайте теперь поговорим, значит, о несколько других вещах Значит, а именно поговорим о том, что мы сейчас наблюдаем в современном интернете Связанное с использованием фонограмм Ну, например, я столкнулся с тем, что, значит, на фонограмму днём и ночью в исполнении Утёсовых Объявились правоприемники И, значит, я сейчас вам покажу скриншот с Ютьюба Значит, вот видите, фонограмма, значит, первая часть фонограммы днём и ночью Вот, а внизу мы видим, что, значит, смежные права Вот значок П, значит, означает смежные права И, в общем-то, на фонограммы все права относятся к категории смежных Оказывается, возникли в 2020 году и принадлежат акционерному обществу фирмы «Мелодия» Вот как интересно Вот как интересно Я просто немножко удивлён Но, значит, чтобы развеять немножко моё удивление Давайте обратимся ещё к нескольким статьям Которые определяет Гражданский кодекс в отношении фонограмм А именно, значит, статья 13.24 «Исключительное право на фонограмму» Вас здесь интересует только один пункт – третий Лицо, правомерно осуществившее переработку фонограммы, приобретает смежное право на переработанную фонограмму Логично Например, очень много издаётся о переработанных фонограмм Высоцкого То есть, остаётся только голос, а сверху накладывается аранжировка Я согласен, что эта фонограмма совершенно новая Потому что, если мы послушаем старую фонограмму и сравним её с новой То понятно, что это совершенно разные фонограммы Осталось только мелодии и голос Высоцкого Значит, в Гражданском кодексе есть ещё одно такое интересное замечание Оно вставлено в статью 12.7 «Исключительное право на произведение» Пункт 9 «Перевод или другая переработка произведения» Значит, вот здесь такой важный пункт Под переработкой произведения понимает создание производного произведения Обработка, экранизация, аранжировки Вот в случае Высоцкого инсценировки и тому подобное То есть, если мы берём исходную фотограмму Накладываем туда какой-то оркестр дополнительный Как часто делают диджеи, какие-то дополнительные вещи То мы действительно получаем производную фонограмму И, естественно, так как мы сделали эту работу Она становится производным произведением И мы получаем на неё права Ну а теперь давайте что посмотрим А что произошло вот с этим днём и ночью О котором мы с вами говорили Значит, в заявке на права, которые я получил Написано, что это ремонтированные версии 2020 Значит, и, мол, поэтому, я так предполагаю Они считают, что они получили смежные права Давайте подумаем, а что такое ремонтированные версии Значит, ну, допустим, я переписал с грамм-пластинки на компьютер То есть, оцифровал эту фонограмму Значит, дальше я взял и применил шумоподавление И изменил тональный баланс То есть, применил эквалайзер Это, как считать, ремонтированные? Ну, наверное, с их точки зрения это ремонтированные А вот теперь вопрос Она является переработанной фонограммой или нет? Значит, этот вопрос риторический Поскольку сейчас практически везде в интернете Выпускают цифровые копии старых фонограмм И присваивают к ним смежные права Ну, совершенно как бы современные Считают, что они совершенно правы Ну, для этого давайте сделаем так Мы сейчас с вами послушаем Два небольших фрагмента Первый фрагмент Это фрагмент из фонограммы Которая была выложена на YouTube фирмой Melodia То есть, ремонтированный фрагмент А второй фрагмент Это мой фрагмент Который я сделал цифровку с грамм-пластинки И вы сами решите Вот это разные фонограммы Или одинаковые? Ну, давайте Значит, первая у нас идет фонограмма Ремонтированная фонограмма 2020 года Занесло судьбою 3 батальон Старенький коломенский усталый потепон Пел нам на привалах у чужих дорог Трогательный девичий печальный голосок А теперь фонограмма Которую я сделал с грамм-пластинки Занесло судьбою 3 батальон Старенький коломенский усталый потепон Пел нам на привалах у чужих дорог Трогательный девичий печальный голосок Днем и ночью Милый, помни обо мне Днем и ночью Хочу заметить, что Значит, вот эта вот грамм-пластинка Все советские грамм-пластинки Они имели номер, которому можно определить Год первого издания грамм-пластинки Вот здесь этот номер Он у нас 14995 Хотя эта грамм-пластинка Выпущена по ГОСТу 50 То есть это переиздание Предыдущего выпуска Потому что первый выпуск был сделан В 1947 году В любом случае По состоянию на сегодняшний день А сегодня 20 августа 2021 года Эта фонограмма в соответствии с гражданским кодексом Находится в общественном достоянии Значит, вы уже послушали Имеете возможность сравнить эти две фонограммы И сказать Вот фирма Мелодия Сделала Что-то новое с этой фонограммой Ну, может быть, кроме удаления шумов И то не сильное И изменения тонального баланса Эквалайзер Или нет Я думаю, что нет И я, собственно говоря, сделал то же самое Оцифровал Немножко очистил И изменил тональный баланс Значит, получается Что теперь и я Имею точно такие же равные Авторские права С фирмой Мелодия Поскольку я совершенно правомочно Переработал фонограмму Правомочно почему? Потому что исходная фонограмма Находится в общественном достоянии И значит Я могу теперь спокойно Предъявлять авторские права Всем, кому не лень Точнее, требования о нарушении авторских прав Всем, кому не лень И вообще теперь любой школьник Который хоть немножко знаком с компьютером Может сделать ту же самую работу Поскольку Такие простые операции Как там Небольшое давление шума И значит Применение эквалайзера Делается с помощью бесплатной программы Аудосити Это никаких проблем А цифровка делается с помощью компьютера На раз-два То есть сейчас получается так Любой человек Который берет фонограмму Которая находится в общественном достоянии Оцифровывает ее Изменяет тональный баланс И говорит Все Это совершенно новая фонограмма Я думаю, что это чушь Такого быть не должно Потому что Это вообще становится нонсенс Мы начинаем, грубо говоря Судиться все со всеми Каждый может сказать Что другой использовал Его фонограмму Потому что разницы По сути Между фонограммами нет Теоретически Я могу сейчас сесть И подогнать звучание Своей фонограммы Под фонограмму мелодии Они будут звучать Совершенно одинаково Это не сложная работа Это небольшое Там может быть потребуется Дополнительная Значит Эквализация Может быть Немножко компрессия Но так или иначе Мы получим Очень близкое звучание То, что мы слышали Вы уже слышали Что это одинаковое звучание Поэтому вот вопрос Он стоит так А на каком таком основании Возникают вдруг Авторские права На фонограммы Находящиеся В общественном достоянии Я думаю, что это Скорее недоработка Законодательства И Недоработкой в этом законодательстве Пользуются Совершенно спокойно Заявляют авторские права На эти фонограммы И Зарабатывают на этом деньги И Запрещают Другим Главное Публиковать Такие фонограммы Вот в чем проблема Ладно там Зарабатывают деньги Полбеды Почему они запрещают Другим Распоряжаться Этими фонограммами Вот в чем вопрос Ну и конечно Это вопросы Скорее риторические Потому что Кому я их могу задать Нашим законодателям Ну вряд ли Я думаю что Лобби Звукозаписывающих Компаний Очень сильное Оно не допустит Принятие закона Который ограничивает Их права Но может быть Наши какие-нибудь Общественные организации Заинтересуются Этим фактом Ну думаю тоже вряд ли У них и без этого Хватает работы Так что вот что мы имеем На сегодняшний день Итак Почему я Написал в заголовке Авторские права Или И поставил Многоточие Ну Каждый может для себя Сам дать ответ На этот вопрос Эти Авторские права Получены законно Или нет Нас обманывают Или нет Что вообще происходит В этой области Если у вас есть Какие-то идеи Соображения Или может быть Я заблуждаюсь В своих рассуждениях И закон Говорит что это Вполне нормально Что каждый из нас Сейчас начнет Оцифровывать И получать Смежные права Вы можете Написать это В обсуждении Ну на этом Наверное Закончим эту историю Потому что Мне как бы Больше добавить Нечего Я могу Только пожелать Всем моим Зрителям И слушателям Хорошего Настроения Благополучия И естественно Уже осень Значит Приближается Осень 20 августа Скоро У нас Начнется Работа Дети Пойдут В школу И пожелаю Всем удачи Благополучия И хорошего Настроения До свидания Продолжение следует